Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Рязаков, это программа Культурная Эволюция. Само название отражает, думаю, наше общее убеждение в том, что искусство имеет конечную цель. Это забавно, потому что каждый день происходит одно и то же. Тысячи старых произведений, в которых находят новый смысл. Тысячи новых, в каждом из которых критики видят что-то свое. Как так получается? Вот, допустим, так, один шаг и привычный смысл полностью поменялся. Что это? Ошибка, шутка, формальный ход. Как к этому относиться? Восхищаться, удивляться, восторгаться? Самая увлекательная игра на свете – поиски смысла в искусстве, даже если там его нет. В гостях у сказки для взрослых. В театре имени Ленсовета премьера спектакля «Русская матрица». Как встретились мужчина с топором и Марья телятница. В мраморном дворце выставка «Русские будни» в скульптуре. Баста – литературе. Рэпер Василий Вакуленко представил книжку для самых маленьких. Сказка – ложь, да в ней намек. Как видите, скрытый смысл есть даже в том, что говорят пятилетним детям. Ну, а взрослым и вовсе полагается смотреть на нее, как на матрешку. Простая и очевидно, она только снаружи. А внутри – социальные и исторические предпосылки. А еще внутри – пугающие обряды рождения и смерти. А еще внутри – вовсе ужас подсознательных страхов и желаний. Крутобоги нежны и румяны. Каждая из них есть поэма. Сказки стали основой спектакля «Русская матрица» в Театре Ленсовета. И разгадывать их полагается, видимо, как-то так. Наверное, стоит лишь добавить еще одну матрешку, в которую залезает современный человек и видит там. Хочется такого русского. Русского такого прямо хочется. Но действие пускай идет. Безовзятого смысла. В ответ на смутные чаяния народа звездопадом сыплются с небес славянские буковки. Сами собой складываются в разные узоры, но центр сцены навсегда припечатан начертанной твердой рукою «Ядь». Что поделать? Русская матрица. Умом Россию не понять. Вот и оршины у всех разные. Редкие герои «Русской матрицы» вылезают на сцену без собственной оглобли. Верхом или косую саженью в плечах погоняет, что-то разгоняет, кому-то валяет. В итоге встает в ряду разнокалиберных верстовых столбов. На всем протяжении этого небывало длинного спектакля, занимающего все пространство от входа в зрительный зал до задней коробки сцены. Путь длиною в жизнь, который должен пройти герой. Абсолютно вневозрастной Иван Дурак. Он формально правды ищет. По большому счету он ничего не ищет. Поэтому такая наша особенность, мне кажется, русская. Потому что он даже не идет никуда. Путешествие, в котором главный герой стоит на месте. Путешествие само путешествует мимо него или вокруг него. Короче, ехала деревня мимо мужика. А ему все. Ехало-болело. Волки, богатыри, жар-птица и царь-девица. Вырванные из привычных сказочных лубков и от этого в конец оборзевшие персонажи заводят с дураком причудливые разговоры о русском космизме. Со всеми его смешными и страшными подвыбихами идей. Жить свою только глупую. Смыслом великий мир нападает. Ликуха, Баба Яга и Елена Прекрасная все на одну ногу. Как хромая судьба. Змей Горыныч, как и полагается крокодилу, ходит лежа. И дарит Ивану Кафтан со своего государственного плеча. Кощей – воплощение человеческих грехов. Эксцентрично воплощен в женской фигуре. Конечно, у нас были разные варианты различные. И дедушка-инвалид, и пенсионеры, и так далее. Но вот потом, путем поропа ошибок, мы решили, что это где-то вот такой лагерфельд. Такой образ приятной наружности, красиво одетого. И собирающего в себе муку и волю всех человеческих грехов. Общение русским героям дается тяжело. В ход идут слова «тварь», «мразь», «падла», а затем посылают подальше. Иван и вправду идет дальше героев всех иностранных эпосов. Финны шли за счастьем, шумеры за бессмертием. Майя – просто до самого конца. Путешествие Ивана восхитительно тем, что закончиться не может. Он идет куда не знает, за смыслом которого нет. Это хорошо, кстати, да? Мы ищем смысла, которого нет на самом деле. Может быть, в этом наша проблема. Хотя от того, что мы сейчас с вами ее обнаружим, в этом тоже никакого смысла нет. Бессмысленность интереснее, чем манифест. Поэтому бессмысленность этого путешествия и всего того, что происходит с Иваном, мне ближе, чем то, что он говорит. Когда приходишь на спектакль, в котором нет смысла, не рискуешь уйти разочарованным. Даже Кащея утомили обоснование жизни. Мучат сны с участием Достоевского. Ну, а она-то какое дело достраданий всякой мрази? Пусть Иван идет своей дорогой, а ты, нежить, напоследок послушай, что еще говорил Достоевский. Невольно приходит в голову одна чрезвычайно забавная, но невыносимо грустная мысль. Что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтобы только посмотреть, уживется ли подобное существо на земле или нет. Главный арт-энсайд этой недели принадлежит американскому хоккеисту Райану Уитни. Если слышали, он заявил, что русские женщины или красавицы секс-бомбы, или замухрышки. Как он сказал, трехглазый чернобыльский урод. Ну, все возмущены от гламурных кис до депутата Милонова. Я же человек от спорта далекий. И недалеких людей судить не могу. С точки зрения искусства вообще не вижу никакой проблемы. Это традиция изображения русской женщины. Или такой вот секс-бомбы, или вот, я даже не знаю, сколько здесь глаз или носов. Можно поспорить, кто красивее. Вообще, чаще всего сегодня приходится доказывать, что красиво, простое и естественное. Вот об этом как раз и поговорим в русском музее на выставке «Русские будни в скульптуре». Действительно, вот все это выглядит достаточно буднично. Вот то, что мы видим, то, в общем-то, и написано. Вот «Человек с топором», а написано «Крестьянин плотник». Что такое вот плотник-то, да? Ну, вдруг появляется в середине XIX века реализм, критический реализм, и бытовой жанр расправляет крылья. И входит в скульптуру уже совершенно полноправным участником, как и все прочие пейзажи, портреты. Они сначала предназначались все-таки для интерьера и обозначали какие-то, может быть, не проблемные вещи, а просто было такое бытописательство. То, что в XIX веке возникло как вот почувствование реалистичное, я так понимаю, в XX веке уже появляется какой-то подтекст. Изменение условий в стране, вот эти вот социальные реалии, и линия партии, которая появилась после 1917 года, они диктовали эти условия. И бытовой жанр начинает сначала развиваться так слегка под общественно-политическим прикрытием. Он в этих условиях существовать практически не мог, он перешел в шаржевую область. Вот здесь вот перед нами это скульптор Вера Васильевна Исаева, которая известна своим памятником «Родина-мать» на Пискаревском кладбище. Вот в 20-е годы вот такие шаржевые скульптуры выполняла. В конец 50-х, начало 60-х годов были очень распространены творческие командировки, поездки по разным республикам и даже по разным странам иной раз. И в это же время, такое свободное, уже послеоттепельное, появляется тема отдыха. Знатные животноводы Горного Алтая, видите, они не на ферме какой-нибудь работают, а они у себя дома отдыхают. Там мы видели отдых, здесь мы видим человека в труде. Но это тоже не фанфары, как советское официальное искусство, а такие камерные сцены. Авторы экспериментировали с керамикой и с разноцветной глазурью, и получился такой очень красивый эффект. В этой скульптуре происходит такая эстетизация не очень приглядных, в общем-то, сторон жизни. Вот строители панельных домов. Вот они 70-е годы, сплошные панельные дома, и куда от них деваться? То, что нас окружает, то попадает и в искусство. И поэтизируется обычная жизнь. Это скульптор Едомский. Вынос кота из продовольственного магазина. Такая тема могла появиться уже только в постперестроечное время. Вся вот эта вот эволюция бытовой и обычной скульптуры двигалась от подчеркнутого такого отстраненного реализма и пришла вот к сатире. Вот мы как бы прошли через 20-й век. От простого рассказа 19-го века мы пришли вот к подтекстовым советским работам. И дошли до современной сатиры. Вот что будет дальше, покажет жизнь. Куда повернется наше государство, туда повернется и искусство. Распутывать гирлянду – то еще удовольствие. Однако как-то так выглядит еще один способ объяснить, что же хотел сказать автор. Называется мотивный анализ. В современном искусстве все очень часто похоже на такой вот клубок смыслов. Различные мотивы и темы, как в музыке, переплетаются, перетекают один в другой, подмигивают огоньками цитат. В постмодернизме полагается все это намотать на какую-нибудь забавную основу. Вы будете смеяться. Но это балет «Девушка с фарфоровыми глазами», премьера которого состоялась на фестивале Дягилев по скрипту. Сказка о мальчике, который полюбил куклу в хореографии Татьяны Багановой. Провинциальные танцы – одна из старейших танцевальных компаний России. И до сих пор, к слову, одна из немногих. Без преувеличения, это самый известный в мире российский театр современной хореографии. Он был основан в Екатеринбурге в 1990-м, а в 92-м в провинциальные танцы пришла Татьяна Баганова. Она до сих пор руководит компанией, несмотря на многочисленные золотые маски, приглашения из американских театров, мюнхенской оперы и московского «Большого». «Девушка с фарфоровыми глазами» – спектакль, созданный специально для фестиваля «Дягилев постскриптум», который посвящен в этом году двухсотлетию Мариуса Петипа. Обратились к первоисточнику, новелле Эрнста Гоффмана «Песочный человек». Но балет «Капеллия» и хореографию Петипа из вида не упускали. Здесь мне хотелось такой квест заложить. Я не знаю, насколько вообще зрители считывали, но там заложены приемы боедерки теней, там заложен танец маленьких лебедей, там заложены принципы построения балетного спектакля. Тут есть событийный ряд, что не свойственно, в общем-то, мне обычно. Здесь есть сцены, выстроенные прямо как в балетах. Нужно было найти какую-то перво такую сверхидею, первооснову. И это стали новеллы Гоффмана. И вообще «Песочный человек» я поняла, что это очень актуальная вещь. Когда мы думали про «Капеллию современную», то есть что в ней должно быть? Она должна быть, как и по новелле, максимально похожа быть на живого человека. Что живой человек в сегодняшнем мире делает? Бесконечные селфи, бесконечное присутствие в виртуальном мире компьютерных реальностей. Смотрю на мир своими глазами. В виртуальном мире люди создают себе идеальные образы, идеальные жизни, себя трансформируют, как им видится. И это очень легко, не совершая никакой работы над собой. Ах, любезный Натанаэль! А что, ежели мне, вздумается обозвать тебя самого злым началом? Текст взят из произведения Гоффмана. Ничего не переработано. Мы не пишем либретто, а именно вот используя текст, у тебя создается короткая событийная история. Ах, любезный Натанаэль! Я не за то, чтобы зритель ушел вообще, ничего не понимая, в расстроенных чувствах. А почему-то российский зритель обязательно хочет понять все. То есть он вот... Я вот зритель, например, благодарный. Я ничего не понимаю с первого раза. Я вот отдаюсь и поплыл. А потом уже пришел и начал к каким-то источникам обращаться, если ты ничего не считываешь с первого раза. Иногда не соответствовать ожиданиям и означает оставаться живым. Отключить сознание, предаваясь чистому восприятию. Провинциальные танцы снова проделывают со зрителем этот трюк с удивительной технической изобретательностью. Любимое занятие театра – искать разные смыслы в одном и том же. Вот сколько уже было трактовок. Гамлета, Ревизора, Трех сестер. Что далеко ходить – свежий пример. Пьеса Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» получила золотую маску и вот ее ставят уже по всей стороне. Только в нашем городе в этом месяце сразу две премьеры. На прошлой неделе в театре на Литейном Андрея Сидельникова и на следующей в приюте комедианта Михаила Бычкова. Один текст, два совершенно разных спектакля. Что каждый из режиссеров-постановщиков искал в этом тексте, почему считают важным и как объясняют свой выбор. Об этом мы и попытались поговорить. Пьеса Данилова сейчас идет по всей стороне. Множество постановок, у всех свои трактовки. Что вы конкретно, как режиссер, прежде всего видите в этой пьесе? Я вижу достаточно такие, может быть, не очень четко формулируемые вещи, но прежде всего объем и неоднозначность. Это абсурдная, но в то же время история, не дающая какого-то одного ответа и не отражающая какую-то одну очень определенную картину мира. Есть объект, наша жизнь и человек в этой жизни, в нашей обычной российской жизни. Для меня самое главное – это парадоксальная ситуация в пьесе. То есть полицейские забирают обычного человека и беседуют с ними, не применяя никаких ни пыток, ничего. Как мне кажется, центральный вопрос этой пьесы, собственно, в ее ситуации заключается. Можно ли заставлять кого-то стать лучше насильно? Я отвечаю, что нет, нельзя. Что какой бы ни был серый человек или человек, который не устраивает общество и так далее, насилием его изменить нельзя. Человеку нельзя принудить, но вообще человеку осознать что-то, помочь осознать что-то – это тоже как бы целое дело. Да, поэтому в действиях тех, кто окружает героя, с одной стороны существует вот это такое продвижение к его сущности и к источникам, так сказать, его проблем. А с другой стороны дальше это переходит в какую-то черту и дальше начинается желание поправить, научить, как надо, как ему будет лучше, решить за него. В чем все-таки вы видите вот самую яркую деталь вот этого спектакля? Мне нравится, когда герой остается со шлемом на голове, и мы как бы видим его жизнь. Появляется пятерочка, появляется толпа людей, появляется дом его, и мы видим вот это серое беспробудное одиночество этого человека. И через это вот автор смотрел Данилов, он говорит, даже какие-то мурашки пошли. То есть мы понимаем, что этот человек, он сам так не хочет жить, но его мир таков. И для меня вот эта сцена очень дорогая. Там столько подробностей и деталей нашей жизни, нашей действительности, что они, и потом замечательный герой в центре, вот выбор артиста, вы наверняка знакомы с творчеством Дмитрия Лосенкова, это очень важная, в данном случае решающая какая-то вещь. Как сыграть вообще скучного человека, не скучно, как сыграть так, чтобы от него можно было глаз, нельзя было оторвать, это талант. Мне кажется, у Дмитрия есть для этого все возможности, понимаете? Поэтому это вот такая история, в которой каждый узнает, наверное, себя, ну, может быть, разве, кроме совсем таких вот суперменов в жизни. Как ни крути, а хочется поставить точку. И кажется, что арбитром в споре всегда может выступить автор. Ну, он-то точно знает, что хотел сказать. Слово драматургу Дмитрию Данилову вместо поскриптума. Автор, он не должен играть. Автор должен дать первый толчок, а трактовать, думать, расставлять акценты должны, во-первых, режиссер с актерами, во-вторых, зрители. Это их дело. Придумать что-то новое сравнительно просто. Автор новой детской книжки «Приключения летучей мышки Беллы», которая спала вверх головой, использовал очевидный, в общем-то, ход. Попросту перевернул своего героя с ног на голову. Дети очень любят подобные перевертыши. Из цикла «Погода» была прекрасная, «Принцесса» была ужасная. Но главный переворот для самого автора. Василия Вакуленко, больше известного как Баста. Известный рэпер – отец двух дочек, которому он и рассказывал поучительные эпизоды из «Жизни летучей мышки». О том, что курить вредно, учиться важно, а лечить зубы нужно. Но выход самой книжки, если и стал событием, то не для детской литературы, а скорее для поклонников музыкального творчества Басты. Сейчас очень трудно чем-то удивить детей. И мне показалось, что белая летучая мышь – такой образ незашорины, незаюзанной, если так можно сказать. Тем более она спит вверх головой. Необыкновенное такое существо, когда маленький человек чувствует себя не в своей тарелке, в том мире, в котором он появился. И он находится в поиске собственного счастья, собственных друзей, собственного пути. Мы все маленькие люди, даже взрослые. Мы верим в сказку. Просто взрослеем и становимся опытнее, циничнее. Но когда мы видим какую-то милоту, как наши дети просто смеются, радуясь какому-то маленькому событию, мы понимаем, что магия существует, чудеса есть на свете. Сколько раз, возвращаясь со спектакля или выставки, с ворохом разрозненных впечатлений, я думал, а что, собственно говоря, все это означало. Но постепенно вспомнишь то одно, то другое, ассоциации, аналогии, цитаты, и вырастает свой собственный смысл. Я думаю, что на моем месте так поступает каждый. И каждый смысл, разумеется, верный. Другое дело, насколько он ценен. Все это зависит от багажа. Чем больше впечатлений, тем он более ценен. Культурная эволюция. Коллекция впечатлений, которая пополняется каждый день. Встретимся на следующей неделе. Продолжение следует...